Почему я не школьник и не могу пойти сюда учиться, шептали друг другу взрослые посетители. Когда-то школьники о таких возможностях могли только мечтать. Хочешь, программируй модели и распечатывай их на 3D принтере. Или создавай роботы-дроны, летающие, ползающие. Все это, благодаря фонду Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании для школьников, а их здесь обучается около 700, абсолютно бесплатно. Открывая центр, в него вложили 15 миллионов рублей. В этом году, с учетом дооснащения оборудованием, общая сумма расходов достигла уже 28 миллионов рублей. Мало того, что есть классические науки, естественно, математические, это математика, физика, химия. То есть науки о природе, которые дают основу, у нас еще и обязательно прикладная. То есть часть это инженерная часть, которая позволяет решать различные проблемы, которые возникают у человечества. Это уже чисто прикладное. Вот, собственно говоря, мы добавили. Как признается ректор Алтайского технического университета, для ВУЗа это ценный источник будущих абитуриентов. Юным ползуновцам практические навыки будут прививать благодаря работе на новых станках. Появится металлорежущее оборудование современное, то, которое позволит уже реализовать это не только в моделях таких лабораторных, но и в действующих моделях, ну, скажем так, в виде производственных или промышленного образца. В следующем году в центре планируют создать систему телеконференций. Находясь в Барнауле, ребята смогут слушать лекции и перенимать опыт ведущих ученых всего мира. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости.